новый цвет года от понтон microsoft положила конец открытому веба российским чиновникам запретили использовать times new roman российским чиновникам запретили использовать погнали ты причем когда последний раз ты именно так тоже пи 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 делал кто-то в премьере написал типа вау классно получилось воспроизвести возможно люди любители знаешь восьми битной музыки и они как бы в принципе уже ну привыкли к тому что пи 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 и у них идеально там все ложится до вверх это смешно во вторых конечно мы приносим изменения изменения именно изменения мы приносим перед всеми кто прошлый раз не досчитался отбивок они честно были на монтаже я не очень понимаю почему они не отрендерились странный бред какой-то вот но и тем не менее мы начинаем с вами суровый веб подкаст от и веб дизайн выпуск номер 187 на часах 11 декабря и уже там без 15 и 12 мы сегодня даже за полночь точнее до полночь мы до полночь начали записывать вот с вами тихий и и горласты насколько я помню я уже понимаешь я уже как старый старый старец забываю как называют меня как-то как меня зовут то там какой-то гортавый какой ну с учетом того что они каждый раз новое придумывают как бы не упомнишь ну да последняя была тихий и горластый для тех кто вновь подключился рассказываем что мы выходим в премьере на youtube первый раз премьера за стрим запись это не стрим стрим это стрим записи это мы просто сидим вместе с вами смотрим тешимся так сказать и да поэтому а потом уже просто это в записи остается такая схема вот этот новый формат ютюба он достаточно прикольный и вообще каждый раз премьера это по-новому это почти как живые концерты отыгрывать вот только только мертвый концерт как в озе озверена вот да так каком только комфортнее потому что когда мы просто на стриме сидим это надо разрываться между непосредственно контентом между к чатиком а здесь можно просто спокойно чатик читать смотреть и как бы да это как какая-нибудь передача на мтв где ты собственный концерт разбираешь сидишь в студии вот и там какие-нибудь значит 15 отобранных чуваков как как когда вот путин разговаривает с рыбаками это все фсбшники переодеты вот тут на самом деле тоже те люди с которыми разбор этот происходит это переодетые какие-то специальные люди которые максимально обходят все острые углы не говорят там а ну нихрена там лоханулся я надеюсь что у нас обыск и свидание скоро будет потому что раз у нас как на мтв все так и по домам по домам главное чтобы не уроки соблазна еще после этого начались пришли у нас только двое героев как бы непонятно куда как мы будем приглашать в студию понимаешь у нас сегодня один уже хотел мы не будем раскрывать тайну кто хотел это достаточно смешно это человек он хотел а потом просто в четыре часа дня пропал наглухо и и расхотел видимо то есть бывает такое практически звезда понимаешь это интрига будет все будут думать что макси мирона хотели пригласить я почему-то подумал про киркорова просто когда слово звезда так киркоров вспоминается все остальные это как бы уже просто селебритис а вот киркоров он все еще именно звезда ладно начинаем первая тема она же первая громкая тема это новый цвет от понтон как у нас слайки записано новый понтон очный цвет звучит так найти журнале институт понтон назвал цветом 2019 года живой коралл эта тема на самом деле нам и на сайтецком предложили я чуть позже покажу там майкл осипов предложил в патроновском нашем чатике кстати обратите внимание здесь сделайте себе пометочку на полях что есть патроновский чатик и есть патреон а мы вам чуть позже о нем тоже расскажем так сказать введем а есть понтон еще да есть еще понтон у понтона я не знаю есть чатик или нет вот они там цвета обсуждают я думаю он бы не помешал так вот живой коралл не мертвый а именно живой то есть мертвый он видимо с душком такое же с зелененьким отдает а вот живой коралл это вот такой классический коралловый цвет я причем помню это чуть ли не один из первых мемов там первых 15 20 выпусков подкаста когда ты что-то сказал типа красный а эти такое правило типа не кидать не красный от коралловый и там все в комментариях потом написано начали кидать капа прайд там ну и вот подобные вещи что типа не красный коралловый я не помню это было на стримах или на подкастах но это мне почему-то этот мем вспоминается в общем коралловый это свет 2019 года есть понтон в конце каждого года они собираются причем иногда чуть ли не в сентябре это было ну то есть опять же мы давно здесь сидим и мы с 2015 года если мне не ошибаюсь да с 15 года мы обсуждали понтоновские цвета в пятнадцатом году это был марсала на 15 год то есть мы в 14 сидели и такие на 15 рассуждали да 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 то есть это было тоже соответственно чуть-чуть заранее на 15 мы его обсуждали потом на 16 мы обсуждали вот эту пару розовый кварц и спокойствие потом был гринери в семнадцатом году даже если честно не помню как обсуждали но там типа что все будет свежее что все будет классно мы еще про соус парк вспоминали что они там простебывали вот эти вот магазинчики про сгроссеристом для хипстеров ну да да наверное ultraviolet это уже мы куда-то в космос улетели если не помню ultraviolet мы я такое чувство что мы или пьяные были весь декабрь прошлый или хреново за ультра ваилет вообще не помню я точно помню что обсуждали и я точно помню что это одна из причин по которой у нас новые цвета это вот такие вот фуксия сиреневый ну когда так мы стильные еще там уже мыть мы типа того да теперь теперь придется в 2019 делать коралловое дерьмо причем живое есть да это потому что наш подкаст живым уже не назвать вот нам придется как-то оживает заново делать живое и да то есть если я еще хотел сказать что из космоса под воду мы так сказать нырнули не просто в атмосферу вернулись а прямо еще и под воду занырнули звездные войны первая часть там же они тоже на реале от рыбы ядро планеты еще потом и плыли и с большой рыбой гувер ну да я понял давай мне интересно как они делали выбор в этот раз потому что постоянно там находятся такие оправдания знаешь что хочется узнать при почему живой коралл ну давай так во первых то же самое что мы говорили про гринери что типа все будет зелененько экологично вот здесь опять представитель института объяснила выбор живого коралла растущим влиянием окружающей среды на жизнь людей то есть environment она влияет на людей из-за этого вот живой коралл то есть как олицетворение того что мы будем ближе к природе мы будем опять же но мы все равно будем как камни да такие смысле мы будем коралл овощи это же животные как бы то есть такие мало подвижные так сказать мало и это я живой коралл я уже в тренде в принципе уже пять последних лет был в тренде да вот ну то есть они еще с понимаешь из-за того что мы так привязаны к чему-то нереальному нам говорят так сказать нам действительно нужно найти этот баланс близости и интимности с чем-то реальным и нет ничего реальнее природы с рыбками которые нас голодают имеется ну то есть и с кораллами соответственно которыми можно тереться как губками настоящими правда не поцарапаешься от кораллов но как бы тем не менее вот знаешь когда в середине двухтысячных было модно приезжать с юго в сочи и коралл привозить который потом просто на полочке стоит именно на бокситный клей приклеены к другой ракушке какой-то и вот да я про видео то наш общий знакомый и люха у него постоянно с родителями гонял на моря и он оттуда постоянно кораллы привозил то есть но потом пятки тереть пензой или пензой пенза это город тоже можно терять там принципе тоже отмершие все таки город отмершего эпителия без обид все кто есть пензой я мы вы классные чуваки вы наверное самые классные если так честно так вот вторая причина это наше понимание природных ресурсов мы смотрим что происходит в природе видим истощение природных ресурсов одна из вещей которые мы получаем от природы это энергии когда мы думаем о изменениях природы нашего мира этот цвет оживляет и доказывает жизнь ну грубо говоря значит и по кораллы вымирают и мы как бы вот пытаемся сказать что мы поддерживаем коралл как пидор и и да то есть лори прессман именно так объясняет выбор в сторону этого цвета вот но и на самом деле здесь нам повторюсь уже майкл осипов предлагает ссылки на непосредственно сайт понтон они во первых фав иконку сменили на коралловый цвет но это уже круто это уже круто вот да во вторых именно на первом сайте это именно лендинг color of the year 2019 там супер небольшая девятисекундная анимация или видосик так сказать там рыбка обгладывает реально коралл по тебе и там как раз пишут что это супер такой оттенок который заряжает и оживляет причем мягко исцеляй молодежь наша славит его в общем вот такой коралловый цвет здесь есть несколько на 2 на 2 странице которую нам предложил майкл осипов есть несколько палитр с коралловым цветом цветом простите палитры тупой говно если честно то есть я во первых я бы лучше придумал естественно ну так вот а во вторых ну реально но это просто даже не смешно то есть настолько только вот только shimmering sunset я может быть как-то могу такое вайсить на вайсить на вайсить на м палитры из вайсити вот вот что-то подобное нужно делать то есть вот с этим цветом ливен коралл или коралл нужно ну такую однотонно монотонную гамму делать то есть по подобных цветов не комплементарных и не контрастных ни в коем случае то есть комплементарным еще можно как-то вот но с контрастными как-то я тоже не знаю это что контрастный какой-то синеватый такой будет что ли вот синего синевато фиолетовый ну в общем не знаю мне почему-то кажется что вот эти вот ну хорошо симпатику тоже ничего то есть вот ну вот такого однотонного цвета должна быть гамма потому что трипи блин я нажал случайно на него трипи это ну тоже какой-то там вообще все сливается какой-то то есть ты бы стены себе не сделал такого цвета например ни в коем случае вообще нет то есть я не хочу настолько быть ближе к природе а где бы ты мог вот использовать такой цвет вот реально вот это же значит этот цвет скорости мне кажется это практически оранжевый это практически можно в какой-нибудь фастфуде в каком-нибудь нахреначить не у меня есть коралловая футболка я ее искренне ношу она классная когда у меня бежевые штаны или там светлые джинсы я ношу эту коралловую футболку это классно это прикольно вот на стены это ладно я себя не вижу когда в ней хожу мне как бы просто прикольно что в коралловой футболке но меня другие люди видят может быть их я бесю также как и меня бы бесили коралловой стены может быть наоборот они хотят тебя как рыбки обглодать понимаешь может быть может быть я к ним ближе я их заряжаю и исцеляю в этот момент все бывает вот ну а ты а ты тогда мне скажи ты бы куда коралловые стены конечно ты прав это лишнее это будет слишком ну детская знаешь вот если бы у меня была детская то в детском можно было еще такие оранжевые то мне кажется ребенок был он бы не по той не по той тропинке бы пошел с такими стенами вот но я думаю что возможно это допустим очень модный цвет для машины для лухарь и машины знаешь такое типа ну не то чтобы сильно мужской цвет скажем так но такой более знаешь борзо-женский я бы сказал можно было бы например какую-нибудь мазду покрасить в такой коралловый вот смотри если мы обратимся к пятой палитре которая называется under the sea там есть living coral а есть blue depth вот этот насыщенный темно-синий который прям над ним вот мне кажется что он как раз контрастный к living coral и вот из-за его мазду хочешь из этих двух можно мазду сделать черную черную вот эту синюю полоску blue depth а все остальное living coral вот это будет прям и и белая белая цифра номер 5 там какой-нибудь типа что ну гоночная вот это будет бомбически вот вот эти два цвета они реально сочетаются то есть blue depth как основа и living coral как акцент типа там бэтш какой-нибудь количество уведомлений или что такое но как основу его использовать это какой-то он он недостаточно мне кажется выразительный он яркий но не выразительный то есть он как вспышка он вспыхивает ярко но по шлейфу не никакого и послевкусия не оставляет просто пшик какой-то то есть не не вижу я в нем какого-то веса такого что я бы ему готов был доверить основную гамму там целой системы хотя например вот я сейчас вижу что фавыконка патреона нам практически в этом цвете сделано при том что это единственное на патреоне что сделано в этом цвете то есть они тоже понимают что это скорее цвет акцент нежели реально цвета основной который можно как бы от которого можно плясать что называется и часто его используя так что как-то так я за заключил бы вот но хорошее заключение нам нам интересно что напишут в чате или в комментах наши слушатели и зрители потому что они то как не мы с тобой будут использовать понтон где-нибудь да они возможно будут и слова выбирать меньше чем мы выбираем я всегда на обе крайности надеюсь таких ситуаций что мало того что они как бы и больше в теме чем мы что где мы и где наши уважаемые да да и они точно так же и на острие оскорблений как гип-хоп маньяки стопудово ну и хочется вот давай чисто ретроспективно до пятнадцатого года взад назад посмотрим какой тебе больше всего нравится цвет я видимо буду марсалы придерживаться мне как она тогда понравилась я как ее первую понимаешь это она у меня первая и так она и мне все еще нравится ну конечно ультра валит но что-то я вот так плохо помню вот мне марсала очень нравится не знаю она все еще актуальна мне кажется не могу не согласиться чтобы марсала это гениально мне на свадьбе галстук был такого цвета я поэтому я тоже теперь навсегда с ней вот и еще мне нравится если чуть-чуть взад уходить 2013 эмаралд очень вообще зеленый мой любимый цвет и изумрудный это наверное мой любимый оттенок зеленого поэтому это как бы просто именно вот мне кружка изумрудная кстати с которой вот я пью просто все и чай и кофе то есть я просто люблю изумрудный цвет на марсала он он не очевидный он не очень классно марсала это же вино такое да да это цвет вина хотя например опять же уже бы говорить что вот на тканях например и там на футболке на рубашке когда кровь ты именно в горячей воде постираешь она естественно не отстирается кровь надо в холодной стирать это вам из заметок так сказать убийц так вот и когда горячим постираешь кровь она именно вот таким цветом въестся в ткань поэтому вообще марсала это круто у меня паспорт такой обложки в общем сейчас мы будем что у нас все у меня трусы такой обложки ну вот да именно этого и ожидали наши подписчики вот этих откровений поэтому они смотрят наш подказ причем у меня трусы с обратной стороны такой ланси значит в общем короче идем к следующей теме тоже у нас сегодня практически подведение итогов у нас знаешь сегодня топ 10 аниме предательств в вебе вот топ 10 значит у нас сегодня подведение итогов некое происходит вот например лучший цвет мы уже выбрали точнее не мы а понтон выбрали а мы только такие да да коралловый поддакивали сидели вот следующая тема это спотифайное музло чё в спотифае больше всего хотя для россии я не думаю что это сильно актуально но может быть для других стран спотифай открыт никак для он для нас же все еще помню не работает то ли не работает я проверял месяц назад если за месяц что-то изменилось то это новогодний подарок какой-то короче говоря спотифай подвели музыкальные итоги я так это буду говорить клишированными вот этими словами музыкальные итоги подвели в конце года что за 2018 было круто популярный супер классно все слушали там топ 100 вообще не подвели и здесь как бы такую ландуху привели которая у меня я не за то ли лагает скорее всего лагает потому что вот есть спортифай ура rapid.com я на нее захожу и тут какая-то видимо перемещающаяся заголовок вот ее 2018 rapid очень сильно лагающий на моем обычном хроме на компуктере как бы с видеокартой но я даже не понимаю что происходит он мне кажется один фпс в секунду двигается если вообще двигается он двигается он чуть-чуть двигается у меня супер вентиляторы крутятся но когда я навожу на connect with spotify у меня достаточно ну там я не знаю 25 фпс двигается я не понимаю зачем это сделано и что это дает не очень красиво а лагает так как будто там ну я не знаю нейронная сеть изображена что-то еще да просто я когда на connect with spotify навожу текст коралловый становится ну так что то да тот тот второй который дискрипшн типа да 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 ну ладно я короче такой думаю что здесь куда нажимать оказывается нажимать нот он spotify ед как бы он двигается если курсор двигать он на курсор на твой смотрит ну охренеть теперь можно вообще такого мне кажется такие джесс библиотеки есть которые без таких фпс делают ну согласен да но тут он как-то прям круто не то чтобы я вообще сейчас за спотифай но там spotify ед окей пошли погнали мы нажимаем и видим здесь что вот типа biggest tracks нам завернуты как здесь написано rapid up и как бы вот соточку на спотифай можно посмотреть причем это естественно превьюшки это демо версии их нельзя послушать полностью так как ну типа спотифай деньги-то заплати вот соответственно здесь по 10 секунд практически у каждого трека можно послушать я так понимаю это все-таки топ-100 это все-таки топ то есть можно сказать что на первом месте находится трек дрейка год сплэн вот видимо можно топ именно в том порядке в котором ну в убывании понтовости да тентасион xxxx тентасион мертвый уже ныне рэпер находится на втором месте вот дальше я кстати говоря я включил все послушать некоторые треки чтобы понимать вообще что здесь вот например на третьем месте rockstar это я часто его слышу по радио energy например то есть это популярность да ну вот что здесь нам допустим в этой соточке знакомого прям до боли потому что я здесь сплошной дрейк сплошной тентасион опять же xxx 10 11 я дадыр заслушал дадыр дадыр фрэнс от маршмеллоу ян мэри но я слышал на energy он тоже был и гавана от камилы кабелла я по названиям очень сложно ориентировался такие если честно ноунеймовые названия я не знаю это не леди гага папарацци то есть я такой ну чё хавана я честно говоря пирс но не помнишь саня немного на делу еще по поводу того что этот трек задолбал что его везде суют ну возможно да я возможно знаю вот например на двадцать шестом месте я знаю что это шаран шейп офф ю это очень популярное дерьмо дуа липа здесь часто фигурирует дуа липа сплошная популярна теперь но я ни одного трека не слышу к сожалению или может быть к счастью вот а что допустим тебе что давай из этой соточки просто проскарлируй что тебе вот реально ну нравится но не только точно уже 10 11 повторюсь да я заслушал дадыр по шоу они мне нравились не потому что я меня заставил кто-то не потому что пью не будешь рекламирую я иду дальше и больше вообще сейчас сейчас еще смотрю я тоже смотрю между прочим и пока вот как бы хочется чтобы опять же чуваки которые сейчас в чате они это видят все чтобы они там в чате писали чё им нравится x x x тентас кендрик ламар может быть им нравится может быть я больше ничего не знаю я не шучу келвин харрис может все еще существует такой диджей келлин харрис и между прочим он в сотке тут нет я я знаю исполнителей некоторых да например келлин харрис сая иногда фигурирует но эти треки уже абсолютно мимо меня прошли то есть все уже уже я вообще я как бы и до этого был не в тренде но сейчас я уже ну я даже не знаю где я в гетто в каком-то уже трендовом короче говоря у тех у кого вдруг есть подписка на спотифай и они все еще не послушали эту соточку вот можете например по ссылке в описании у нас пройти послушать эти такое чувство что нам заказали рекламу спотифай но это не так к сожалению вот мне просто интересно если бы мы нажали connect with spotify он бы как-то под нас подстроил что ли чё-то или или как и он бы просто нам как раз дал их прослушивать ну на мне кажется можно было просто послушать да ну смотри давай тут есть еще вторая страница некая кроме соточки тут на второй странице что у нас здесь есть у меня что-то очень долго все собой а ну тут просто рекламу спотифай на второй соточки да тут рекламу спотифай что можно засайнапиться зарегаться у них там и слушать вообще там наверное какое-то количество треков даже бесплатно возможно если вы зарегаетесь то сможете всю эту сотку бесплатно послушать и выкинуть нахрен на спотифай просто помойку ну после этих ста треков я думаю не возникнет никаких мне кажется что первый месяц бесплатно я не а почему мы не увидели крематорий в этой я просто искал слушай а может мы сейчас с тобой прям в прямом эфире откроем iTunes да и посмотрим там топы 2018 а думаешь там уже подвели подвели простом я помню что я лжей на первом месте русский то есть ну то есть да но тут видимо тут и видишь русским то не пахнет Ну, потому что нет кранатория Да, я вижу, что русским не пахнет Это единственная, кстати, русская группа, которая вообще Может быть Я сейчас вот захожу в iTunes Я имею возможность это сделать только На телефоне, потому что Ты понимаешь Да ты мог вполне на Windows себе поставить iTunes Он мог, он у меня и есть Он у меня настолько Сахарнутый Ну, давайте скайперы Я уже зашел, артист года Никуда не уйдешь От артиста года Дрейка Он жив вообще, знаешь Он живее всех живых До свидания Тебя еще переживет Альбом года Кейси Масгрейс какая-то Кейси Масгрейс я слышал, мне кажется Но не знаю, но не слушал Слышал, но не слушал Давай хотя бы говорить А что вот прорыв года должен быть Какой-нибудь XXXTentacion Ну, типа, ты понимаешь Вот, вот Точнее, на первом месте Не ЛДЖ, а Монеточка Я вспомнил Если нажать на плейлист Именно лучше 2018 То там-то уже именно Что слушали Топ-100 в России Минимал ЛДЖ все равно на первом Я вижу Нет Лучше 2017 Выбор редакции Там написано А, вижу-вижу Да Ну, тут это выбор этих Самих iTunes пацанов А тут есть вот ниже еще Топ-100 песен Ну-ка, в мировом Что-то тоже Дрейк, наверное, сплошно Годсплэн я не могу Ну, надо слушать Годсплэн, походу, великое Что-то реально Его, возможно, надо, знаешь, поставить Если мы поставим у нас в подкасте Его в конце То, наверное, нам забанят весь канал сразу И вынут его прям И как будто не существовало никогда Всех подписчиков везде удалят Забанят все каналы, короче И будут самые авторские права Которые вообще могут быть Ну, давай так Мы можем сейчас с тобой Микро Микро-годсплэн У нас вообще все про Спотифай? То есть мы можем дальше Как-то уводить наше повествование? Все, все, все Мы выдвигаемся, конечно Вот Некое превалирование рэпа В мире сейчас происходит Судя по всему Мне кажется, знаешь Это последние несколько лет уже Если бы ты посмотрел в прошлый раз Мы просто в прошлый раз не смотрели Ну, да В прошлый раз нам, видимо, Спотифай не занес Как в этом Поэтому мы как-то даже и не узнали Тут нет Тут еще, я тебе скажу, не превалирование Тут еще немножко пробрались всякие монеточки и так далее Нет, но Ну, я про Русь, про Рашни Плейлист И Крематорий Крематорий, как назло, опять нет Я не понимаю, как так Но тут есть такие вещи, как Сейчас Давай Найк Борзов Все еще Серьезно? Есть в русском? Нет, я сейчас смотрю Именно в выбор редакции Там есть Найк Борзов реально Ну, это, видимо, заплачены деньги Лично Найком Борзову Или у него сын сидит в выбор редакции? Алена, Алена там есть Ну, это как бы Я крапил, наверное, буду относиться Это, мне кажется, нам уже скидывали На стриме даже такие Нам это на стриме скидывали, да Тут другая, кстати, песня Вот, но да Композиция, я бы даже сказал Пластинка Здесь есть всякие Гречка Ну, гречка, я так понимаю Это что-то типа Новые земфиры То есть это не рэп Это все-таки она под гитарой Что-то поет Это, да, бардовская песня Авторская, будем Опять же, клише говорить Клишированная Авторская музыка Arctic Monkeys по бреду есть Я не знаю, может у них там уже Рэп-альбом какой-то А ты же знаешь, что у Мьюза новый альбом? Я же вроде говорил Да, я сам знаю, что у них, да И там с электроникой, так сказать Какие-то эксперименты Я послушал пять треков Потому что, ну там В какой-то момент я зашел на него И он все еще не вышел в тот момент Но пять треков уже были открыты Вот И, если честно, мне никак не впечатлило Не, вот интересно Почему-то нету в топах нигде Я не увидел Да кого ты что Уже не знает такое ничего То есть это смешно Это все равно, что ты сейчас такое смотришь А что, Internet Explorer Больше не самый популярный браузер? Вот и нет Там сплошное XXXTentacion Вот его, кстати, нету вообще В именно В русском? Да Вот в выборе редакции Husky Uda есть У нас сейчас запанят сразу запоминание Ну, нет Так XXXTentacion нету Интересно, интересно Ну ладно Я не знаю, Никит Вот сейчас Давай Вот я зашел в артисты в этом плейлисте В самый низ, короче, проскролли Вот там именно портреты артистов Так, 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 сейчас подожди Значит, я должен зайти в артисты Не в артисты Ты должен зайти опять в лучший 2018 В лучший, да В самый низ проскроллировать Там портреты Да-да-да-да-да, есть такие СМУВСЕ нажать Да не надо СМУВСЕ Я просто, вот артисты в этом плейлисте у меня И там у меня каруселька такая Ну, ну Вот на пятом месте Бэтбани Так, вижу Такой лысый чувак Знаешь, кого он мне напоминает? Ну, давай Доктора Агапкина со второго канала Который там, опять же, как малыш его рассказывает Что-то надо пить, есть Так это он Он сейчас просто переквалифицировался Говорит, Бэтбани Я просто Насколько вот это аутентично, что мы вот это не знаем Или ты знаешь Бэтбани? Я не знаю Бэтбани Но я и не знаю доктора Агапкина, как он выглядит, к сожалению Но Видимо, я не попал ни туда, ни туда Чувак бритый в очочках с залысинами Так что Я не знаю, просто Возможно, наши подписчики сейчас просто сидят и орут Максимально Я надеюсь Я надеюсь, что они орут Вот Ну, кстати, тут даже есть скибиди, литл биг Опять же Да это все как бы вот Здесь ничего необычного, на самом деле Впрочем, ничего нового Занесли денег просто по тебе Как с Не, ну это просто популярно в России Ну, типа, вот это точно ничего То есть, реально, крематорией было бы новое что-то А это все, ну, типа, вот я вообще ничего не делаю Ну да, это как Федук То есть, ну, впрочем, ничего нового Не, он есть Он где-то Ну, он Нет, здесь есть много, и Федука здесь много есть, да Черт, я чуть не включил случайно Тут есть Федук-1 И есть Федук вместе с ЛСП и Егором Кридом Да, тут все есть И серия Бро даже есть И Темникова отдельно тоже есть Да Ну ладно, давай не будем долго зацикливаться на Согласен, вырываемся отсюда Хорошей музыки Вот, давай пойдем к нашим темкам Продолжим, что там у нас Сейчас у нас будет WordPress Но перед WordPress, как обычно, мы расскажем о том, что у нас для вас новогодний подарок, уважаемые подписчики Новогодний подарок Практически, знаешь, знаешь, ты видел такой кадр или, может быть, сам фильм со Стивеном Сигалом, где, короче, из такого подарка, боевик, из такого подарка огромного или из сторта Я думал, это была драма со Стивеном Сигалом, хорошо, хоть и точнее Комедия со Стивеном Сигалом Короче, там из торта, и, по-моему, или из подарка огромного, на корабле там еще такой, типа, захват на корабле террористами И там из торта вылазит женщина, возможно, полголая Вот такой же подарок Видел такого? Ну, это классическая сцена из этого фильма Я ее просто видел чуть ли не в стоматологии Я ее до дыр затер, я бы не был Нет, реально, я ее видел чуть ли не в стоматологии, потому что я, признаюсь честно, я ни одного фильма со Стивеном Сигалом не смотрел Так, сейчас отписались половину Те, которые слушают, доктора Габкина, которые знают, вот они Это точно, они зашли, думают, о, наши, я сейчас слышу Нет, обознались Так вот, из торта вылазит хостинг Smart Tape, который специально к Новому году вместе с нами, Uweb Design, вам рассказывает о том, что у них появился новый сверхбыстрый VPS хостинг на NVMe SSD 2000 Мбит в секунду запись, 3500 Мбит в секунду чтения Вы можете убедиться вообще в производительности на нашем сайте Uweb Design, потому что он в данную секунду работает на этом хостинге и просто рвет вообще все шаблоны, которые могут быть Когда мы только начинали заниматься сайтами, я пытался что-то, вот, блин, сделать бы, что меньше секунды открывается наш сайт Кого там просто 300 миллисекунд уже на 20 миллисекунд из кэша получая, это просто, ну Ну это благодаря и в том числе Smart Tape Естественно, только благодаря Smart Tape, ты что думаешь, я компетентнее стал, что ли, это не в жизни Нет, так не было Да ты ничего так и ничего не делал, на WordPress все, я хрен начал там Вот, конечно, конечно, поэтому все только Smart Tape, только их заслуги, поэтому смотрите, ссылки все в описании и выбирайте себе наконец-то уже Пора уже выбрать сторону, до Нового года нужно решить, или ты с нами, или ты против нас Как я сказал неделю назад, что вы хуже бомжа, что ли, который проплатил уже Smart Tape Потому что цены здесь действительно такие прям, даже бомжи могут себе позволить, потому что, мне кажется, уже скоро хлеб будет дороже, чем хостинг на Smart Tape Да нет, я тебе больше скажу, это некое взросление, вот знаешь, когда у тебя, ты обычный веб-разработчик, у тебя нет хостинга, ты еще не видал больших, ну, никаких этих разработок, вот А, понимаешь, короче, когда у тебя есть свой личный хостинг, это уже взрослая жизнь нормальная, без мамочки, без папочки, сам лично пошел, занес денежку Smart Tape по нашей реферальной ссылке, естественно И ты уже живешь и ни от кого не зависишь, понимаешь? Я согласен, это уже, это первый шаг, второй уже дальше квартиру снимать Первый хостинг снял, второй уже квартиру, потому что, блин, здесь так классно, что вы даже не представляете Причем, если вы, как тот мальчик, который еще не умеет плавать, который боится The boy who lived Который боится с тумбы спрыгнуть в бассейн То не бойтесь, потому что здесь даже на VPS-хостинге, на NVMe дисках можно накатить ASP-панельку И по стариночке все еще с шестом, именно с шестом вдоль бортика плыть И нормально у вас все будет, вы потом уже сможете снести эту ASP-панель, как хрена Перехлопнуть себе CentOS с шестого на седьмой, наконец-то, и уже в открытое плавание пойти уже Ну и квартиру снять, опять же Здесь как бы должна быть какая-то еще нативная реклама Авито-недвижимость или чего-то типа того Но не в этот раз, к сожалению Поэтому будьте зайками, смотрите на новые хостинги, VPS-ки от SmartApe Кстати, опять же, если вдруг вам без надобности, обычные SSD тоже работают крайне быстро До 15 раз быстрее, чем обычные жесткие диски Потому что здесь SSD-шки, они, как вы догадываетесь, еще и в RAID-массиве Они не просто по сетап подключены и болтаются где-то там На два винтика прикручены вместо четырех Нет, здесь все серьезно Вот, причем напомню вам, что цена при оплате на шесть месяцев На шесть месяцев, нормально было бы На шесть месяцев и предоставляется со скидкой в 30% И при оплате на год со скидкой в 50% Ну, то есть это просто это ноль Кстати, даже если вдруг вы облачники И вам нужны центры облачных вычислений То даже такое есть у SmartApe Причем с гигабитным, так сказать, каналом Поэтому я даже вот не знаю, почему Вы еще здесь? Тогда мы идем к вам До десяти внешних IP-шников можно купить Я думаю, что очень-очень и очень круто это будет Поэтому ныряем по дудю Ныряем под ролик Ныряем Челябинск uvdesign.ru Слэш SmartApe ныряем Да, хочу сказать По нашей реферальной ссылке переходите А теперь непосредственно к WordPress Вышел WordPress 5.0 Нам VPTever об этом говорит Джефф написал статью от 6 декабря То есть как бы даже не сильно протухло Всего-то полнедельки прошло Вот На самом деле 6 дней Неважно Короче говоря, не протухло Еще долго будет говно не утихать по этому поводу Потому что Как вы догадываетесь И я думаю, как вы Как и Джефф сам догадывался Бурления говна не утихают до сих пор по этому поводу Потому что Ну давай сначала фактурку А что они там бурлят? Новая версия Подводим итоги 2017 Декабрь Я уже в шапочке сижу В красной С белым этим В коралловой Что они там Что там можно WordPress 5.0 Там уже гениальное все Ну, одно слово Гутенберг Опять этот Опять Это фамилия звучит Здесь Я не понимаю Вот Во-первых Давай от нейтрального Начнем WordPress назван в честь Джазового музыканта Бе Бо Как собственно и любой WordPress Который назван в честь Джазового музыканта Каждая новая версия Возможно в кранчах Там доделали Не знаю как там было Или наоборот Растягивали Балделись Или уже все готово В октябре был На самом деле нет Мы же с тобой рассматривали В октябре Или в ноябре Что у них сроки горят Сраки тоже горят А Гутенберг И ныне там Ну вот видимо вышло Короче Ну не видимо А вышло Два года назад Его анонсировал Муленвек В своей знаменитой конференции У него вот эта речь Что типа там State of War Примерно как Типа сталинская Ялтинская речь Или там Как путинская речь В Германии В 11-м году Я не помню Мюнхенская по-моему Где он тоже сказал Что Или как прямая речь В русском языке Например Да То есть Выделяется кавычками Все И Вот вышел Гутенберг Это Такой Редактор Фронтендовый Так сказать Ну короче говоря У него нету Полей Нету вот этой админки Вокруг Как на медиуме Начинаешь просто С пустого листа И хреначи блоки Вот Кроме того Что есть Инлайновый тулбар Который всплывает Как на медиуме Опять же В рамках этого блока Есть еще справа Там настроечки Этого блока Примерно как кастомайзер Только не слева А справа На самом деле Видно откуда ноги Так сказать Растут Вот По умолчанию Есть 16 блоков Ну там И опять же Куча кастомных блоков Добавляется С помощью плагинов То есть Гутенберг Уже давно Хотим мы этого Хотим мы этого Или не хотим Но Гутенберг Становится реальностью Если ты хочешь Оставаться На Вордпрессовском Крупном рынке То приходится Каким-то образом Подстраиваться Под это говно А забегая вперед Это говно Ну то есть Вот Джефф То есть Автор Этой статьи Он это пишет На ВП Теверн ВП Теверн Это Некоммерческий сайт Который поддерживается Automatic Ну то есть Это считай Голос Мулинвега Они на их Деньги живут Поэтому Джефф здесь пишет Достаточно восторженно Что типа Вау Это новый Там вообще Переработанный Experience Тут так удобно Что в Вордпресс Он всегда был Про UX И поэтому Вот теперь Гутенберг Потому что Так удобно Так классно Так здорово Вот Ну и Я не знаю Я даже не буду Ролик показывать Ну здесь Это Ролик Как-то сложно Знаете Это 30 секундная Мини демка Как пользоваться Причем На основе Одного только Блока И без Бокового Сайдбара Справа То есть Это Эта демка Была бы актуальна Еще год назад Потому что Вот все Что тут показали В этом Микро демм Это 30 секунд Это было еще год назад Все доступно Ну без малого Вот Так что Да Короче говоря Давайте так Начнем с совместимости Для тех Кто боится Обновляться Когда вы Обновляетесь Если у вас Еще не установлен Плагин Классик Эдитер То он вам Предлагает Вордпресс Его установить Если вдруг Вы хотите Старый Экспириенс Ловить Вот И если вы Так стихи пошли В стихах Я так понимаю Написано Все Да Да Я прям Меня вдохновляет Это все Потому что Там такая рванина В комментариях Что прям Да Так вот И вы ставите Классик Эдитер И у вас все Показывают по старому Классик Эдитер Они собираются Поддерживать До 2021 года То есть Еще 3 года Как минимум До 31 декабря Потом 1 января 22 года Они открывают Шампанское И хоронят Классик Эдитер Просто из репозитория Shift Delete Удаляют Видимо и все Без права На восстановление Вот Хоронили Классик Эдитер Порвали Три Гутенберга Стофудово Да Вот И А для тех Кто не ставит Классик Эдитер Весь Контент Который уже Был На сайте В Классик Эдитере Он будет Завернут В блок Гутенберга Который Называется Классик То есть Внутри Гутенберга Есть один Из блоков Который Называется Классик И в нем Внутри Стандартный Обычный Редактор Tiny MCE Ты опять Ты имеешь Ввиду Завернутый В газетку Заменяет Сигаретку Да Именно это Я имею Ввиду И имею Ввиду Что здесь У нас Встроили Старый Редактор В новый Редактор Что вы Могли Смотреть Старые Редакторы В новом Редакторе То есть По West Coast Customs То есть На самом деле Совместимость С плагином Classic Editor Не будет Ломаться До 21 А вообще На самом деле Оно и в плагине Gutenberg Не сломается Если вдруг Ну точнее Не в плагине А теперь уже В ядре Так сказать Если вы не поставите Classic Editor То ваш контент В принципе В большинстве Тем Должен продолжать Отображаться нормально То есть Это естественно Нужно тестировать Нужно смотреть Это зависит от того Те темы Которые вы используете Подстроились ли Под Gutenberg Если это там Платные темы Или если это бесплатные Кто-то ли там Обновил или нет Вот Кстати говоря О темах Новая тема 2019 2019 У нее Никаких особых Так сказать Дизайновых Нету Изысков Главное Это то Что она просто Адаптирована Под Gutenberg На полную То есть Все вот эти Новые фичи Типа там Опять же Больших изображений На хедер И вот этого всего Это все там есть Вот И Мэтт Муленвек Как настоящий Так скажем Как бы это сказать Пророк Или я не знаю Кто там Эмиссар Он Там мы уже Видим Красивый Хедер С картинкой Там мы уже Видим Что он Экспериментировал С разными изображениями Ну опять же Это же все-таки Гайд Конечно он там Что-то сделал Но в большинстве случаев Как бы катастрофы Никакой Не планируется Если вы Если у вас есть Там один-два сайта И вы готовы Потратить там Вечер на то Чтобы проверить Что Все Все совместимо Все работает Ничего не поехало Все нормально Но Свистопляска Именно Свистопляска То есть Сольный альбом Глеба Самойла 96-го года Опять же Возвращаясь к топам 2018-го Музыкально Вот да Так вот Свистопляска Начинается в тот момент Когда Ты У тебя много Клиентов У них сайты Когда ты начинаешь Пользоваться Вордпрессом Ну да Во-первых это Во-вторых Когда у тебя много Клиентов Допустим Там 15-20 штук Никто из них Тебе уже в основном Не платит Только там За домены За хостинг Условно говоря И вот у них Случайно Ты обновляешь Вордпресс Для того Чтобы опять же Твой хостинг Через них не взломали То есть ты обновляешь Максимально там Безопасное Всякое говно Чтобы Чтобы ничего Не обрушилось Но как бы Чтобы и Безопасность была На уровне Так вот И там Начинает все ехать Там что-нибудь Скакать И просто Прийти К своим клиентам Сказать Чуваки Надо там Условные 50 тысяч 30 40 10 5 В зависимости От ваших клиентов И вашего региона На доработку Чтобы нормально было И они тебя Недоуменно спрашивают Подожди чувак А что Почему нужно Что-то дорабатывать Что изменивать А ты говоришь А вот Мэтт Муленвек Гутенберг И когда ты начинаешь Мямлить что-то типа Мэтт Муленвек Гутенберг Они говорят Чувак Тебе надо Ты там что-то переделывай Я как бы Вот уже заплатил У меня вроде работает И меня так дальше устраивает И это на самом деле Еще даже не Самая плохая ситуация Самая плохая ситуация Слющ Тебя просто посылают Нет Это когда У этих клиентов Есть какие-нибудь Контент менеджеры Типа То есть Тетеньки из бухгалтерии Которые доплачивают 2000 рублей в зарплату Или вообще Просто их заставили Это делать Которые туда Какие-нибудь новости Постят Вот И у них тоже Начинает вдруг Что-нибудь ехать У них случайно Обновилось Все встает колом И тебя Дергают везде И надо что-то Доделывать Я причем сейчас Даже не свой Экспириенс Говорю Вот А просто Я Ну то есть Это опять же И в комментариях Об этом тоже Чуваки пишут Что типа А вы подумали Вообще о людях Которые просто работают Для которых Вордпресс Это ну не способ Там Пиарить свою компанию Или что-то еще Для которых Просто это работа Типа вот именно Об этих людях То вы и не подумали Вот Ну тут Даны ссылки То есть Джефф Опять же Как Тоже типа Ну не пророк А просто Как Как эти люди Называют Проповедник Вот вспомнил Как проповедник Который Нам говорит о том Что Гутенберг Это круто И все что От Муленвега Это святое Вот Он нам тут Китает ссылки Что типа Вот тут почитайте Как им пользоваться Кстати вот тут А кстати вот здесь Все там легко Все просто Вот гайдик такой Вот гайдик сякой Ну опять же Здесь Небольшой Так скажем Эпилог Это то что На самом деле Вот этот Гутенберг Это только начало То есть дальше Они еще раз Переработают Весь кастомайзер И еще есть два Так сказать Больших шагов В роадмэпе Которые пока не названы Которые ожидаются Что будут На WorldCamp US В 2000 Я не знаю То ли вот в конце 18-го Рассказано То ли там В начале следующего года Короче на ближайшем WorldCamp US Они будут Вот тоже Открытый мир Еще два Шага После переписывания Кастомайзера В очередной раз То есть Все серьезно У них И Да Здесь вот Все начали Чуваки писать В комментариях Что блин Вы вообще пробовали Эти гайды смотреть Там все не так-то просто Я Типа Суперразработчик И то хрен Еле разобрался Как этим Гутенбергом Пользоваться Ну то есть там Там реально Пуканы-то пригорают У людей Вот И Его там уже называют Гарбачберг Ну то есть там Всякое такое Ну вроде по-детски Так наивно Может быть там просто Модерацию не прошло Там где реально Там где реально По существу Конструктивная критика Так называемая Вот да Поэтому Я не знаю Как это комментировать Сейчас Ну смотри Смотри А вдруг Вот в идеальном мире В идеальном мире Кто-то Один Из миллиона Людей Которые Настроили Гутенберг Настроили точнее Вордпресс Сайт Для своего клиента Один из миллиона Пойдет И Заработает Еще денег На этом Пойдет Обновить Скажет А там новое А я вас научу По-новому Пользоваться А я там Вам объясню Вашим контент менеджерам Как снова Посетить нормально А я вам вообще Все расскажу И представляешь Вот Ну чувак Будет один чувак Который заработает денег Возможно Это будет Мэтт Муленвек Потому что Единственный человек Который знает Как им пользоваться Ну может быть Просто Здесь же дело Даже не только в этом А еще и в том Что там В рамках Конструктивной критики Пишут про баги Все еще Причем Типа про те баги Которые там Чувак зарепортил Месяца два назад А их все еще Даже ему не ответили То есть вот В таком аспекте И поэтому Даже не знаю Насколько это все Будет Реально По поводу Одного чувака Который заработает Денег Пукан Пригорает Как минимум Уже у десятерых Или там Двадцатерых Про которых я прочитал И судя по тому Что у любой статьи Про WordPress 5.0 Или Gutenberg Находится Десять-двадцать Причем разных людей То есть это не те же самые Питер, Сэм И так далее Кремлиботы Олды так сказать Нет Это действительно Разные люди Которые Рассказывают Разные истории А еще и Представь Сколько у нас Компаний есть Типа там Которые плагинами Платными Занимаются Темками Им же тоже Надо было Всем что-то обновить Как-то подстроиться То есть я не то чтобы говорю Там бедные работники Им придется работать Вот Просто опять же Мы с тобой обсуждали Там темы про кранчи И у них как бы был Roadmap То есть у них есть плагин Они там его фичи Запланировали Как их выпускать В каком порядке И так далее А тут бах И как снег на голову Хотя тоже не как снег на голову Так-то в шестнадцатом году Было анонсировано Вот Но тем не менее Все равно Это нужно было как-то встроить Это надо было добавить И это ну Не знаю Я скорее С неприязнью отношусь Я на uwebdesign.ru Накатил WordPress 5.0 Естественно Накатил Classic Editor Вот Пока все по-старому Но я хочу Какой-нибудь сайт Может быть Websign.ru Может быть Какой-то еще Может быть Uwebdesign Кстати Я хочу попробовать Там это обкатать То есть вот Ну найти в какой-то момент Время Вот И пописать куда-нибудь Где именно Гутенберг Посмотреть вообще Чего это Как это Вот Мне просто хочется Более Это предметно Как-то обсуждать Хотя бы даже Самому с собой Чем то Как это сейчас Вот На основе комментариев Видосов И так далее Хотя я опять же Я его пощупал Позавчера Вот Но это одно дело Реально Пощупать Понажимать блоки А другое дело Реально Его использовать Как инструмент То есть это вот Как я недавно Программировал На винде То есть я реально Два дня Отработал на винде Кстати очень хороший Экспириенс был Я не помню Я это рассказывал На стриме Или на подкасте Или где Или в чатике Просто писал Вот Но это достаточно Неплохой был опыт И это уже вот Не то что я там Один раз запустил VS Code На винде А нет Я прям полностью прошел Начиная от рабочей VPN И заканчивая Коммитами Там на GitLab Через GitKraken Через генерацию SSH ключей Через установку Там ноды Поднятие фронта Вот ну как бы Всю так сказать Цепочку прошел И надо сказать Действительно Экспириенс более чем Положительный Сейчас на десятке Все хорошо Поэтому Вот я хочу С Гутенбергом Так же попробовать Получить полный Экспириенс Тоже на винду Его установить Да Видимо На Иис На Microsoft Сервер Вот этот Веб И да В общем вот Как-то так Мы с тобой Это обсудили Надо мне кажется Двигаться дальше Мы знаешь Мы с тобой Вот полгода Не обсуждали Вообще WordPress Ну точнее Мы с тобой Настолько его редко Обсуждали Что Это вот как Как будто Вот зубы выбили И вот Практически без зубы Был WordPress в этом году И вот это Как бы практически Закрывающее Не знаю Будет ли в этом году Еще про WordPress Что-нибудь Такое Громкое Негромкое Вот Но просто Закрывающее Вот сейчас была дверь WordPress В 2018 Возможно Откроется только В 2019 И откроется ли Опять же Ну слушай Во-первых Справедливости ради Надо сказать Что действительно В информационном поле WordPress И не очень много Происходило Этот год То есть все Как раз просто Напряженно работали Над тем Чтобы подготовиться К 5.0 К гутенберговскому Релизу Вот Это первое А второе Вот лично у меня WordPress все равно Всегда у меня сердечки Вот И Уведомления у меня Отключились После 12 Так вот WordPress Навсегда у меня все равно В сердечке А зачем тебе уведомления? Особенно после 12 Так они у меня Автоматически включились Просто когда я Выключаю их В центре уведомления Они до 12 Только отключаются Потом в 12 Автоматически включаются Вот И у меня случайно Всплыло сейчас Из скайпа просто Вот Поэтому Я возвращаюсь К этому Про WordPress Стопудово будет Потому что Мне все еще нравится Этот проект То есть Несмотря Это знаешь Как теория Большого взрыва Как бы уже нету Былого задора Уже нету такого Что ты каждую серию Ждешь Сначала смотришь На английском Потом смотришь На английском С субтитрами Потом ты смотришь На русском Потом ты еще раз Смотришь Нет Уже ты как бы Просто Я вот Ну как вот я Я просто ее смотрю Чтобы знать Чем будет Чем закончится Я просто Сопровождаю Теорию Большого взрыва К ее Так скажем Могиле Вот с WordPress Я думаю Так тоже будет До самого конца Я буду его Тихонечко сопровождать До его конца Так сказать Если таково Вообще будет На моем веку Мне кажется Не все нас переживут Еще Потому что у них там бабки Вот Но тем не менее Вот как-то так Ну понятно Ну ладно Пойдем дальше Пойдем дальше К следующей теме У нас тут немножко Про Физические Физические вещи Знаешь Как бы вот Было все До этого Про интернет Про ПО Про софт Практически А сейчас Физические вещи Такие физические вещи Как билборды Понимаешь Оказывается В Москве Есть такие билборды Которые Таргетят Чуваков Которые едут На тачках Мимо них Прикинь Я тут читаю И оказывается В Москве Это прям новинка Некие Синепс Лэпс Чуваки Которые Вот реально делают Специальную рекламу На билбордах И вообще Не только на билбордах На типа Именно рекламу На внешнюю рекламу Или как она правильно называется Вот короче Делают ее Очень крутую Вот например Что здесь обсуждается В этой новости Едешь ты на тачке Например Вольве Какой-нибудь Ну то есть Достаточно дорогой тачке Новой Вольве Какой-нибудь едешь И Издалека На билборде Стоит камера Которая чекает У тебя Марку Тачки И такая видит Ни хрена Богатей едет На Вольве Берет И меняет Говорит Билборд Смени-ка рекламу На Ягуара Ну у чувака Есть бабки Он может взять Ягуара себе Нахрен ему Это Вольва Беспонтовая Правильно? У меня между прочим Во дворе Чувак ездит на Ягуаре Так что он возможно Увидел эту рекламу Значит Так вот И короче говоря Значит Она переключает Тебе на Ягуар Спокойненько И все И все Видят Ягуар Рекламу И ты в том числе Соответственно Причем Обратите внимание Там до Ягуара То ли Apple Pay Рекламирует То ли Какой-то Банк И видимо Этот Это не для Богатеев В отличие от Ягуара Это для Бичей Это просто Научились наконец-то Платить Телефоном Ну для лохов Видно Шестерка до этого Едет Или что там Вот Жигули Вот это вот Для них А дальше Когда уже Вольво Там Ягуар Ну я тут Не буду вдаваться В подробности Какие там Повышения Сразу Конверсии Хримерсии Вроде говорят Что действительно Работает Реклама Ну это еще Только Обкатываемая Технология Как я понимаю Хотя Она уже есть В России Есть уже В Москве Я просто Тут Очень громкая Фраза Я не могу Ей не зачитать Типа что Вот у вас там Тачки Они как бы Становятся Таким Неким Оффлайн Куки Говорит Алексей Уткин Ко-фаундер Не тот Уткин Который Ну вы знаете Алексей Уткин Значит Говорит Это говорит Просто становится Так Как будто У вас есть Оффлайн Куки Вот Я что думаю Значит Смотри Все круто Но если нас сейчас Слушают Директора Или креативные Директора Synapse Labs Новая им тема Фишка Короче Пока читал статью Придумал Смотри Надо знаешь что Не просто чтобы Камера чекала У тебя Вольво там Или что у тебя Надо уже Изначально На тачке На Вольво Там на любые На все тачки Ставить такие окна Через которые Ты видишь Другие рекламы То есть Едешь на Жигулях Видишь живое Рекламу Ну пиво Едешь Сквозь такое Сквозь лобовое Едешь на Вольво Видишь ягуар А как это Физически Сделать Ну просто У тебя линза Как бы Она у тебя Преломляет Только точно На рекламе У тебя там Одна большая линза Подожди Реклама Она же для всех Меняется Она же не только Тут для всех Но я предлагаю Новую технологию Которая не будет Она просто будет показывать Забываем Она просто будет Единички и нолики Показывать Она просто будет Показывать что-то Это то что Это будет Короче На самом деле Люди которые будут Мимо идти Обычные люди Которые глазами Они будут Они будут У них черный Белборд Или у них Как раз У них будет написано Что борьба С коррупцией А ну понятно Да У обычных людей Вот Короче Вот А у тех У которых на Вольво У них ягуары будут У них борьба У них борьба уже С коррупцией прошла У тех Кто на велосипедах У них ягуар Который пить Будет У них Это Нет Это если ты сидишь Рядом на парапете Это ягуар Он видит Он чекает Короче Двигаешься Да Если ты с сигаретой Он тоже видит Каким-то образом Не знаю Короче В общем ладно Вот такая тема Как тебе технологии В Москве Шагнули или нет Когда у нас в Челябинске Да наплевать Когда Я на самом деле Пытаюсь подумать Опять же О защите такого Ну то есть О защищенном чем Ну в смысле Что это же Как-то страшно Это уже большой брат И все такое Типа Что у нас уже смотрят За нашими тачками Скоро будут смотреть В каком мы костюме едем Да В костюме Это еще Куда не шло А реально Какой марки сигареты У нас во рту Вот такого бред И в зависимости от этого Что-то как-то таргетировать Там Какой телефон Ну Это Хотя телефон Нам и так смотрят Наверное Когда нам На телефонах Реклама показывает Возможно Эта реклама знает Какой именно девайс У нас в руке Вот Ну это точно Знаешь Я вообще не люблю Вот это все Я не люблю Именно Вот эти все Умные технологии Умные чайники Умные какие-то там Гутенберги Вот Да Гутенберги Умные гутенберги А вообще Это по закону Или нет Вот смотри Мы же вспоминаем Что когда Вот например Есть на дороге Чекалка твоей скорости Именно камера стоит То нас всегда предупреждают За сколько-то метров Что стоит чекалка скорости И типа Если такого знака нет Или на асфальте Нет соответствующей разметки То ты практически можешь судиться Там С пацанами из ГАИ Говорить что А чуваки Вы не предупредили Что у вас камера И идите в жопу Ну согласен Это как Когда заходишь в магазин Должен быть знак Ведется Видеонаблюдение Иначе это незаконно Да да Иначе все Ты не можешь Не доказать Никаким видео А все у вас предупреждения нет Вы что там Какую-то слежку Тайную слежку ведете за мной Я может тут Не знаю Письки голые показываю Опять же Вот соответственно И тут А вообще это законно ли Что такая камера Палит Да еще и машину твою То есть это Какое-то Странное дерьмо От Synapse Labs Но возможно у них там Все нормально Все подписано Там все хорошо Ну смотри Вот там Недалеко от этого билборда Белая вот эта хрень Есть какая-то табличка Непонятно Это просто знак Что там Вы двигаетесь в центр Из аэропорта Или там может быть Что-то подписано Хотя я бы Подальше все-таки Располагал Тут уже Уже поменялось По-моему Ну то есть Ну ты понял Сильно раньше Там за километр Вот И Да Мне тоже хочется спросить Ну типа окей А что если Даже я увижу Мне уже ничего Я проеду все равно По ней Уже все Я уже под Куки попал Ну В общем Да Это тоже какое-то А Афонова Пишет ли он всех остальных И потом А если он пишет твой номер На этом месте Кто проезжает Вообще Как-то это потом Типа что Здесь больше шестерок То есть это вроде Типа реклама А на самом деле Они еще продают Всю эту инфу И больше денег Закрывают Нет Ладно шестерок Хрен с ним с шестерками Прикинь он пишет чуваков На вольвах И записывает их номера А потом еще им звонят Ночью И дышат вдруг Ну в общем Вот да То есть это Это все немного Как-то Не круто уже Попахивает Какими-то заговорами Это да Немножко Попахивает Начинает Чуть Ну давай дальше Будем двигаться Давай Что там у тебя Кара Прокомментировал ГГВП Называется темка В уход И Ну если коротко То Microsoft Официально подтвердила Что Edge Переходит на движок Chromium Это фактурка Фактурка Ну несколько дней назад Появились слухи Что Microsoft Разрабатывает браузер На базе Chromium А потом уже Через пару дней Уже Они заявили Что все Сто пудово Движок Edge HTML Они дичат Скидывают его В каналы И будут использовать Chromium В десктопной версии Браузера То есть все То есть это Очередные похороны Да Это очередные похороны Похороны Грубо говоря И интернет-эксплорера И Edge И всей вот этой Так скажем Команды Которая в Microsoft Занималась Отдельным браузером Так Подожди Так У них Разве не было Какая-то преемственность Вообще То есть Chromium Они никак не касались То есть Edge И HTML Это полностью Их вырожденная тема Да Да Она наверняка За основу Была взята Тридент Вот этот Который в ИЕшке был Вот Но это полностью Их хреновина Да Просто короче Это хреновина Вот сколько я Edge Вообще Вот в принципе Открывал Она рисует Абсолютно так же Как Chrome То есть Никогда не бывало Такого что Прямо вот Кардинальные различия Да То есть У меня создавало ощущение Что они уже Что-то Ctrl-C Ctrl-V Все друг у друга Делают И там же Ну вроде говорят Edge Подразумевают Думают Chrome В уме Ну слушай Вот я хотел бы Чтобы Версальщики Которые нас смотрят Нам Или в комментариях На премьере А лучше еще И в том числе В комментариях К самому подкасту Написали вообще О своих болях Резях И с женой Проблемах В общем О болях В верстке Под Edge То есть Были ли именно Какие-то Исюсы Когда Тупо поехало Что-то Какое-то свойство CSS Не поддерживается Либо Исюсы Когда Джаваскриптовая Какая-нибудь Опишка Типа Web Animations API Или там Canvas Какой-нибудь Или там Service Worker Какие-нибудь Они в Edge Вообще Не поддерживаются По факту Вот И приходилось Polyfill Какие-нибудь Жесткие Использовать Или там Какой-нибудь File Reader Это тоже Там Такая Пишка Для чтения Файлов Которая В Edge Может быть Все еще Не работает Это я Не знаю Сейчас Вот То есть Судя по Статье И по Следующей Статье Которая у нас Примерно На эту же Тему Edge Это был Боль До сих Пор Уже Не говоря о том Что до сих пор Там Многие Enterprise Решения Работают На девятом ИЕ И соответственно Их разработчиков Требуют Чтобы была Адаптация Начиная с девятого ИЕ Поэтому Edge Это как бы Еще не самое страшное Вообще Че было Вот Но мы сейчас Говорим Именно в масштабах Все-таки Вообще Открытого Веба И Разговоров Про Про То Как Будет Вот То есть У Edge У него Соответственно Там Типа Какие-то Сейчас Посмотрю По процентам 4,2% Процент Рынка Был Даже у Самого ИЕ 9,6% До сих пор Хотя Как бы Он уже давно Умер У всех У всех И я У всех Сум Видимо 9,10,11 Вот У Edge 4,2 Хотя Это На секундочку Дефолтный Браузер Начиная С 8,1 Если Мне не Ошибает Не Изменяет Память У Firefox Кстати Тоже Они Пробивают Но И Впервые В жизни У них Ниже 9% Снизилось То есть Все Ложатся Под Chrome Грубо Говоря И На самом деле Здесь Основная Боль Даже Safari Ложится Ну Safari Вообще Здесь Не Учитывается Ну В смысле У него Реально Даже Меньше Чем У Edge Видимо Какой-то Процент Потому что На этом Графике Его Нету В Следующей Статье Он Будет И Там Что-то Тоже В районе 5% Какие-то Это Вот Поэтому Safari Это Камон Понял Его На самом деле Хренососит Даже Больше Чем Edge В Плане Именно Поддержки Каких-то вещей Хотя Я Не в смысле Что я в нем Разрабатываю В смысле Что я в нем Тестирую И я не вижу Каких-то Сильных Провалов Которые Кроме Опять же Индекс DB Ну Вот Этих Баз Данных Внутри Браузера Кроме Этого Вроде Все Более Нормально Было Опять же Поправьте Меня В комментариях Если Это Не Так Вот Но Тем Не Менее Ну Так Вот Поэтому Мы Плавно На самом деле Перетекаем Из вот Этой Темки В следующую Следующую Нам Предложил Пушкин Вот И Ну Здесь Я только Хочу Финально Еще Заявить Что Когда-то Microsoft Был Доминантом И Е Владел 90% Рынка И Все И Сейчас Они Грубо говоря Сами В свой Гроб Крышку Крышку Гвоздь Вбили В крышку Своего Гроба Потому Что Они Расписались В своей Так Сказать Несостоятельность Причем Опять же На самом деле Я думаю Что их Руководство Ну Кроме того Что Знаешь С точки зрения Акционеров Иметь Собственную Команду Которая Поддерживает Вот этот Edge HTML Разрабатывает Ты же Представляешь Что такое Браузерный Движок Это Выпустил В Этрице Какой-то Стандарт Что Надо Вот Так И Надо Сидеть И думать Как Ты Будешь Впиливать То есть Это Реально Целая Крупная Команда Скорее Серьезно Работает Над этим Браузерным Движком Вот Ее Содержать Это Дорого А Смысла Нет Практически Никакого Ну То есть Реально Говорить Им Что Это Ради Поддержки Принципов Открытого Веба Ну Камон Это Не Окупается Совершенно Поэтому С точки Зрения Именно Угождение Акционерам Я думаю Это Правильное Решение Ну То есть Я не думаю Это Очевидно С точки Зрения Именно Сатьи Например Какого-то Инноватора По крайней мере Мы с тобой В нашем Подкасте Его таковым Видим Может быть На деле Это Вообще Все Не так И Он Привел С собой Команду Людей И какой-нибудь Я не знаю Условный Раджеш Опять же Который Вместе С ним Кудропали Да Раз Мы уже говорим Про теорию Большого Вот да Он этим Занимается А сам Сатья Вообще Ни при чем Но Неважно То есть Вот его Команда А это Опять же Типа Инновации Что Вроде Как Edge Это Был Супер Большая Боль Для Разработчиков И Юзеров Поэтому У нас Теперь Будет Хромиум И Будет Типа Полное Благолепие Но Если Смотреть Немножечко Шире И Глубже То Вот Мы Переходим К Следующей Статье Которую Нам Еще раз Говорю Пушкин Предложил Я ее Открываю Это На Медиумно Подобном Блоге Каком-то Ферди Крисченд Ну Это Видимо Сам Чувак В честь Себя Назвал Так Вот Он Здесь Вообще Похоронный Марш Практически Поет Потому Что Его Печалит Это Грубо Говоря Майкрософ Это был Единственный Последний Партнер Вообще Файерфокса В борьбе Против Гугла То есть Сафари Он вообще Не считает Как Игрок Какого-то Рынка Потому Что Ну Потому Что Потому Что Видимо Маленькая Доля Ну Во-первых Да Действительно Маленькая Доля Вот Ну Чего Не скажешь Мобильном Рынке На мобильном Рынке У Сафари Чуть Чуть Побольше Доля Вот Но Неважно Суть В том Что Он говорит Там У Сафари Есть Тикеты Которые По 3 Года Не Закрыты С Багами Поэтому Говорит Я Говорит Вообще Не могу Серьез Расценивать Это Типа До Свидос Вот Ну Поэтому Он говорит Что Если Вы Вообще Согласны Что Должны Быть Принципы Открытого Веба И Чтобы Не Было Доминантности Одной Компании Читая Гугла Что Гугл Теперь Решает Вообще Все В Веб То Если Они Решат Не Поддерживать Какой Условный Веб Ассембли Исходя Из Своих Политических Или Коммерческих Решений То Все Не Будет Такой Технологии Потому Что Теперь Это Полностью Будет Зависеть От них Ну И Типа Когда Вот Был Один И И Когда Только Начинался И Было Классно То Они Конкурировали С Недскейпом И Все Было Хорошо Но Как Только И Выиграл Прям Официально Выиграл Получил Большой Маркет Шеер Все Началась Полная Стагнация Потому Что А Зачем Вот Так же Сейчас Возможно Будет С Хромом Только Еще Хуже Потому Что Гугл Это Уже Корпорация Зла Вот И Поэтому Да Здесь Гигантский Лонгрид Вообще Причем У него 4,5 Тысячи Хлопочков Достаточно Много По меркам Medium На подобных Сайтах Хотя Может И Не так Но Не важно Вот Как По моему Ощущению Достаточно Много За такой Лонгрид Хотя Кто-то Может Поставить Хлопочки Не читая В общем Но Не важно Вот Он Грюч Если Вы Вообще То есть Пока То есть Вся идея В том Что Не будет Конкуренции У Гугла Тем самым Раз Эдж Сливается Да То есть То что Firefox Остается Один И у него Падает И ниже 9% На пол Шестого У него Уже На пол Девятого И скоро Будет На пол Шестого Это Полное Говно Потому что Даже С таким Маркет Шерем Невозможно Влиять На рынок То есть Ты можешь Просто Символически Существовать На какие-то Пожертвования То есть Firefox Это Жизнь Это Не Назвать Да На жизни Это Не Назвать Такой Нормальный Половозревый Что называется Жизнь Это Ну это Просто Смешно Поэтому Он Типа Желает Всяческого Здоровья Firefox Предлагает Как им Вообще Быть Что Типа Им Нужно На мобилке Более Плотно Входить Чтобы Каким-то Образом Хотя бы Этот Шер Тоже Отбивать Ну на его Взгляд В любом Случа Даже Если Firefox Сейчас Каким-то Образом Забронирует Себе 9% Что Типа Все люди Которые Им пользуются Они навсегда Им будут Пользоваться То Приходят Новые Юзеры А новые Юзеры Во-первых У них Будет Edge На Chromium Во-вторых У них Будет Android Трубка Скорее Всего Ну то Если Мы Говорим В мировом Масштабе То Все-таки Android Трубки User Base Не будет Падать То Процент Все равно Будет Падать Потому что Новые Юзеры Скорее Будут Выбирать Chrome Поэтому Нужно Им Каким-то Образом Выходить И на Мобильный Рынок В том Числе И на Десктопе Что-то Придумывать Более Так Скажем Кетчи Именно Для Обычных Юзеров Ну условно Написать Чтобы он Там Реально Букву Разряжал В два Раза Медленнее Чем Chrome И все Это будет Реально Киллер Фича Ради Которая На него Можно Будет Переходить Ну Зато Ну и Опять же Он Посыпает Голову Пеплом Что у Гугла Все У них Весь Иннет Ну то То есть В смысле Там YouTube Gmail Google Maps И везде Они Могут Впилить Рекламу Хрома Как Это И было Например В году 2008 Когда Это Началось В 2010 Типа Хочешь Быстрый Браузер Примерно Как Хочешь Поговорить О боге Нашему Хроме Вот И это Было Везде И это И сейчас Везде Если Ты Заходишь Не С Хрома На Какие Нибудь Гуглоподобные Сайты Там Сразу Сплывает Дерьмо Что Типа Вы Можете Использовать Более Быстрый Браузер И Большинство Обычных Пользователей Они Сто Пудово Сломаются Пойдут Просто Его Установят Кроме Этого Гугл Хром Очень Часто Упакован С Каким-то Бесплатным Поводом Например С бесплатной Версией Сиклинера Всегда Идет Гугл Хром И нужно Снимать Гавочки Чтобы Не Поставить С бит Торрентом Каким-нибудь С мю Торрентом То есть Это Просто Ну Это Реальность К сожалению Что Хром У них Очень Агрессивная Политика Распространения Поэтому У них И такой Большой Маркет Шер Вот Ну И он Говорит О том Что По идее Майкрософту Надо было С фаерфоксом Объединяться И Чтобы Хоть Какую-то Маломальскую Конкуренцию Заставить Но Типа Опять же Если Такое Делать Это Надо Вкладывать Бабки Что-то Мутить А Майкрософтовским Акционерам Это Просто Нахрен Не надо И В том Числе Опять же Это все Делается Под эгидой Того Что Типа Вот Всем Будет Удобно Будет Типа Один Браузер Не надо Будет Там Чего Сложно Верстать Ну Ты понимаешь Да Ну Типа С одной Стороны Типа Унификация Ну Вот А с другой Стороны Потенциальное Доминирование Именно В плохом Смысле Слова Доминирование Гугла Так Что Прям Вообще Не в моготу Будет Не ну подожди Давай хотя бы Ладно Хорошо Давай хотя бы Назовем Какие нибудь Три Страшные вещи Которые может сделать Гугл С тем Что С развитием Ну Конкретно Вот В браузерной части Интернета То есть Что они могут сделать Ну Пока мы можем Это только фантазировать Ну Вот условно Я сказал Вот вышла Технология Веб-ассембли Гугл Может По любым Внутренним Причинам Неважно Политическим Экономическим Просто посчитают Что Она нахрен Не нужна И они не будут Ее поддерживать И соответственно Все Она не взлетает Автоматически Хотя Это типа Технология Которая Могла бы сделать Лучше Для интернета Там Экономить Я не знаю Электроэнергию Потому что Все сайты Бы быстрее Работали Ну Ты сам понимаешь Не хуже меня Что можно Там реально Как если это Какая-то Инновационная Хреновина То типа Человечество В долгой Перспективе От этого Выиграет Но из-за того Что Гугл В короткой Перспективе От этого Проиграет Это дерьмо Не взлетит Никогда Какой-нибудь Веб РТС Да любые Вот эти Технологии Которые Именно не Гуглом Форсятся Типа там Сервис Воркеров Индекс ДБ И так далее А что-то Вот Ну Я не знаю Это Говорить о том Что какое-то Одно CSS Свойство Не взлетит Да и хрен бы С ним Здесь нужно Что-то более Глобальное Вот Типа WebAssembly Типа Вот таких Вот штук Которые Именно Ну да Да Которые Могут быть Не технологиями Гугла Им просто Не охота Это внедрять Пока они Своё не сделают Гениальное Они будут Короче Тормозить Всё И Ну так Скорее всего Так и будет Это как бы Будет Вообще стандартная тема Вот Вот Я думаю Сейчас уже так происходит От этого Припекло И Да Я согласен с тобой Что сейчас уже Мы это Можем на себе На самом деле Ощущать Но как бы Если до этого У нас были Хотя бы надежды То теперь Типа и надежды Улетучиваются Потому что Остался один Firefox Ну на самом деле Конечно Safari больше тормозило Там что-нибудь Они-то Вообще не любители Google использовать Технологии Они-то вон Не в AppP Как мы видели Они Ну И много чего Они до этого Не использовали То есть Они-то как раз Суперконсерваторы В этом плане Ну понимаешь На них скорее Как на фриков смотрят Чем как на корпорацию Зла Потому что Это конечно Они как бы Это все равно Что уже все перешли На диодные лампочки А ты все еще С обычными накаливаниями Ты сам себе хуже делаешь Ты больше платишь За электроэнергию Если вдруг У тебя эта лампочка Там Облокотится На твои бумажные обои Потому что Судя по всему У тебя все еще бумажные обои Если у тебя все еще Лампочки накаливали То они у тебя загорятся Ты просто сгоришь У себя в квартире И все То есть Это Это закончится Плачевно только для тебя А когда Ты настолько влиятельный Что просто от того Что ты так хочешь Ты тормозишь Внедрение Диодных ламп По стране В целом То Это уже плохо Хотя опять же Я тут Если уж про лампочки Вспомнить На секунду Отскочу Я слышал аналитику По поводу того Что Вот Те электростанции Которые у нас Вообще есть в стране Они заточены На вполне конкретную Нагрузку Если эту нагрузку Уменьшать То Как мы с тобой помним Электротехнические Двигатели И прочие там Блоки питания Если у них Им давать Неполную нагрузку То они деградируют До уровня этой нагрузки То есть Грубо говоря Есть у нас блок питания На киловатт Если он какой-нибудь Там не с золотым Сертификатом Ну я имею ввиду Компьютерный блок питания А просто обычный блок питания Там с бронзовым Или даже меньше Сертификатом То Если ему давать Нагрузку 400 ватт То он деградирует До 600 Там через год Что он уже потом Пиковый Не сможет выдавать Киловатт Вот здесь то же самое С крупными электростанциями Они все деградируют Если мы вдруг Все сейчас перейдем На диодные ленты Это на самом деле Будет хуже Чем если мы это Будем делать постепенно И там Либо освобождающуюся Электроэнергию Там на майнинг Какой-нибудь условный Пускать Потому что тогда мы Иначе у нас Электростанции Там будут Ну не то чтобы Из строя выходить Но их эффективность Будет снижаться Поэтому Это как Такой пример Если вдруг Вы супершарите То это плохой пример Но он достаточно Наглядный Как бы просто Что Когда эта мелкая компания Что-то тормозит Да и хрен бы с ней А когда это Крупное что-то То это может уже Вырасти В какую-нибудь там Беду Типа того Ну да Да В общем мы поняли Про домин Будем кстати следить Опять же Что будет происходить С этим совсем В прямом эфире Практически у нас будет Все гореть Рушится Ты будешь Открывать На каком-нибудь Странном браузере Страницы Да и сейчас На сафари открываю Считай на странном браузере Считай на странном Да Да Идем дальше У нас между прочим Между темами Вот которые вот в конце Пойдут Такие знаешь Финишной прямой У нас есть еще Небольшой барьерчик Который надо перепрыгнуть В нашем вот этом Марафоне Ну давай Мне кажется Даже ты его лучше Чем я перепрыгнешь Короче Барьерчик Он на самом деле Такой Барьерчик из денег Понимаешь Который мы хотим Все построить Чтобы не перепрыгивать Его А как бы Нырять в него И плыть Понимаешь Вот так вот А для этого Нам супер надо На самом деле Вашу поддержку На patreon.com Слэш и вебдизайн К сожалению Пока там Даже не то чтобы Барьерчиком Там пока Ну Не то чтобы Очень То что мы хотим Видеть Поэтому мы супер Вас призываем Если вы хотите Нас поддержать Поэтому patreon.com Слэш и вебдизайн Можете Подписываться За какую-то Определенную сумму В месяц И прям Вот Зарабатывать Мы будем зарабатывать Хотел сказать Вы будете зарабатывать Мы будем зарабатывать Бабло Вот А вы будете Нас поддерживать Соответственно Будете Получать нас Может быть Какой-то новый контент У нас все там прописано Какой новый Какой старый Как в каком виде И как Вот Если есть желание То надо Я считаю Надо Тем более Что мы уже говорили Про смарт-тейп И реферальную ссылку А тут можно и патреон И смарт-тейп И все сразу И будете получать Например Подкаст За день До того Как все его послушают Вот Будете такие Балдеть Может быть На работе Тем более Обычно Подкаст выходит Примерно в пятницу Или типа того Вы уже в четверг Забалдеете Послушаете Будете все знать А в пятницу Спокойненько С сознанием Дела Придете на премьеру И будете Спойлерить всем Вот так Например Почему вы не За деньги спойлерить Нормальная тема Да вообще В конце просто Там будет что-нибудь Типа А кстати Там в конце Саня там Я не знаю Не будет знать В какой браузер Там Я не знаю Бред Я не смог Ничего придумать Смешного В общем Наверняка Можно какой-то Смешной Спойлер Сказать Именно Который Даже И не хотелось Бо услышать Можно даже Вранье Можно даже Вранье Что в конце Кто-нибудь умрет Хан Соло Например И все Кстати Когда ты говорил Что мы будем Зарабатывать А вы не будете Нет Подписчики тоже будут Они будут плюсики В карму Зарабатывать Если будут Поддерживаться Ну они же кстати Еще Да Они плюсики В карму Во-первых Они и стикеры Получат Значит И У нас там есть У нас там есть Некий Став Так называемый Если можно Вот так назвать Вот Его можно получить Так что Давайте Patreon.com Slash YouWebDesign Я недавно Я недавно Где-то в твиттере Увидел У чувака У одного У нас вот 150 баксов Там Пер Манс А я увидел У чувака Который рисует Просто вот Картиночки На патреоне У него Что-то типа 2500 баксов Первик Вот там есть такое Как-то можно Первик выставить Или это может быть Патреон просто боится Большие суммы показывать И показывает уже Понедельно Вот У чувака просто Зашел не с хрена Он там ничего не делает Особого Просто картиночки рисует Он получает 2500 баксов Первик Понимаешь Я что-то вообще А как они меняют На понедельно Может мы тоже понедельно Поставим Чтобы у нас Не было Если честно Не было такого Это первик Это нельзя было Это что-то новое Это видимо Для богатеев Для каких-то Ладно Да Ну короче вот Ладно В общем Мы картиночки не рисуем У нас все скромно У нас всего лишь По 2 часа Ночью записываем хрень Потом монтируем Потом хренируем Вот у нас все такое Я до сих пор буду думать Что Мы просто неоцененные Сейчас Мы неограненные Алмаз В какой-то момент Да В какой-то момент Наши записи найдут И Просто поймут Что это был Золотой век Российского подкастинга А может быть Чего-то даже и больше Ладно В хроме их откроют Уже на Эдже Уже да В Эдже на хроме И все Да И причем Они будут думать Что так и должно быть Они даже не будут знать Что это что-то Не то Да Ну вот Про будущее Ты хорошо сказал И сразу Тема Илон Маск 18 декабря А мы записываем этот подкаст 12 декабря Так вот 18 декабря Через 6 дней Покажет Первый тоннель Видимо он тоннели Наконец-то проколол Он же потел Вытянули Как там правильно И автономные Транспортные средства На самом деле Тоннель конечно Как вы понимаете Под землей Подземный тоннель Я немножко Зачитаю чуть-чуть Потому что здесь Прям сухие новости Илон Маск Генеральный директор Гениальный директор Компании Тесла И SpaceX А также основатель The Boring Company Вот той самой Тоннельной Строительной компании Сказал что Вот короче Мы Мы 18-го Они немножко Припоздали Потому что Они хотели раньше 10-го декабря То есть Позавчера Открыть Испытательный Тоннель Под Лос-Анджелесом Понимаешь Предназначенный Для перевозки Транспортных средств С помощью капсул Как планировалось Ранее В компании Рассказали Что ей требуется Еще несколько дней Для завершения Работ над домом Для улитки Это цитата И здесь Собственно Сам Уже Маск В твиттере Он же любит В твиттере писать Написал 18-го декабря Все Значит Случится что-то Большее Чем просто Открытие Подземного Тоннеля The Boring Company Проведет презентацию На которой Анонсируют Модифицированные Но допущенные Для использования На дорогах Автономные Транспортные средства Это видимо Означает Что транспортные средства Которые могут Двигаться Без управления Как я понимаю Наверное Без управления Человеком Автономные Транспортные средства Да-да-да Но ты же видишь Там дальше есть Концепция Без человека Которому за проезд Передавать Да Жопы не торчат Даже из окон Потому что здесь Тут что-то сделано Так что Ну кстати Слушай Без водителя Это скучнее же будет А кому передавать То есть Как бы Я полностью с тобой Согласен Некому Не на кого орать За то что Не остановили На следующий Да А если Хочешь и пораньше Останавливаться Нет А если какой-нибудь Чувак не заплатит Кто будет останавливать Вообще хрен Да Кто будет Я не поеду дальше Пока не передадут Да-да-да Вот Что-то Илон Маск Опять придумал Хрень какую-то Так вот Также на презентации Будут показаны Новые автомобильные подъемники Являющиеся некими Наземными лифтами Для тоннелей В компании уверены Что новинка Будет работать без запинок И поможет улучшить Транспортную инфраструктуру В крупных городах Предполагается Что скорость движения В тоннеле Будет достигать 200 км в час И тут написано Что короче Это так быстро До свидос Что оно вообще За 5 минут Там будет По Лос-Анджелесу Вхреначивать И прям Это прям Супер новый вид Вообще Транспорта Который Маск То есть он Вот знаешь Как он летал в космос Недавно Он теперь хочет Видимо Стать На машине Он теперь хочет Стать вот таким же Крутым чуваком И у нас на земле То есть Он видимо Уже инопланетянам Показал Что он крутой Теперь надо доказать Что людям Что он крутой Короче Так вот Майский анонс Когда они вот говорили Значит Что там 16 человек Вмещается в такую маршрутку Ну мы то знаем Что у нас вмещается И 56 человек Вот именно В августе текущего года Представители The Boring Company Обещали Что будут устраивать Постоянные экскурсии Для школьников Округа Лос-Анджелес В тоннеле Которые в итоге Будут выстроены В 30 уровневую систему Предполагается Что будет приниматься Группа численностью До 30 человек Также стоит отметить Что ключевой задачей Маска Является еще и поиск Способа Значительно ускорить Существующие методы Тоннельного бурения И сделать раскопки Еще более дешевыми Это ему надо Мне кажется В Челябинск Потому что у нас Все еще нет Метро И мне кажется С его Boring Company Тут нормально Пробурит Прям вообще от души Ну вот Собственно такая Хай-течная новость Новости хай-тека Новости мира Технологий Как тебе Вообще Ты веришь В это дерьмо Вообще Что кроме Лос-Анджелеса Светящегося Далекого-далекого До нас Будет где-то Это Я верю Что когда-то Может и будет Просто Для меня сейчас То что Маск делает Это Знаешь Гигантский ребенок У которого откуда-то Есть деньги Которому Вот родители Реально верят Что то Что он из говна Девает пироженки Что из этого Что-то действительно Получится Вот откуда-то У него есть Деньги на это То есть он Он тешится Какие-то такие вещи Делает И несмотря на то Что многие люди Там уважаемые Мною говорят Что он там Реальный гений И побольше бы Таких людей Как он Которые действительно Не боятся Экспериментировать И что-то еще Вот Я какой-то Скорее видимо Более консерватор Поэтому мне как-то Даже Я не воспринимаю Это особо всерьез То есть Ну да Наверное у него Что-то получится Наверное даже Он на Марс улетит Но это настолько Он как-то так Преподносит Что я все равно При этом Не воспринимаю его Всерьез Я не знаю почему Ну то есть просто Вот Ну я согласен Возможно Это даже не Самого маска Проблема Это проблема того Какие проекты Вообще Придумываются им То есть Все-таки Все эти проекты Так или иначе Да Они слишком Как сказать Слишком Не приближены К нашей жизни Понимаешь То есть Допустим Те же самые Марсы и так далее Ну типа Камон Реально То есть Если бы был Такой чувак Раньше же Что изобретатели Изобретали Чтобы типа Там Я не знаю Условно Отопление Было В домах Да То есть Если бы Более приближенное Такое К жизни Было бы Это бы верилось Это бы легко верилось Типа чувак Придумал Ну вот Окей Здесь Я более-менее верю Что Ну пробурил тоннель Окей Вот А про Марс Уже меньше верится Потому что Слишком уж далеко Типа вообще Ну настолько Неприкладное Ко мне Чуваку Который в Челябинске Живет Как бы Такое От нас К счастью Не требуется Его воспринимать Серьез Но тем не менее Да Да Заключительная новость Этого подкаста У нас Российским чиновникам А это уже приближенное К жизни Так Российским чиновникам Запретили использовать Шрифты Times New Roman Время Новый Роман Ареальный И Новый Курьер Это из Нью-Вегаса Из игры Так Значит Да короче говоря Такая тема Что Есть такая компания Monotype Imaging Monotype Imaging И они Вообще-то Ни много Ни мало Владельцы Times New Roman Они с хрена Ареал И Курьер Нью И они Типа только дают Попользоваться Если что Они как бы Вам не продавали Их бесплатно Значит Они Сказали Так Ну у нас тут Санкции Мы Значит Всем Кто До хрена В госучреждениях России Значит Можно только Просто напечатать Для себя И все Только для себя Можешь пользоваться Куда-то ПДФки Передавать Электронные В Times New Roman В Ареале В Курьер Нью Не Тут Увидим Все Санкции Нельзя Короче У нас У нас Соответственно На это Охренели Сказали Надо быстренько Перелазить На похожие Шрифты Потому что Если не на похожие То вся наша Канцелярия Небесная Как у меня Говорил дедушка Вся наша Вся значит Наша Как она Называется Бюрократия Она немножко Пошатнется Поэтому Надо что-то Похожее Взять Типа Вот Здесь говорят Что Такие шрифты Как ПТ Астра И Либерейшн Либерейшн Очень хорошо Видимо Это Короче Все проталкило Жириновский Судя по Названиям Шрифтов Короче говоря Вот эти шрифты Которые являются Просто Либо Open Source Бесплатные Либо короче Те которые сделаны Нашими Русскими чуваками Соответственно И мы можем Их в России Использовать И никакой Монотайп Нам уже не запрещает Они вот хотят Пользоваться ими Пересесть на ПТ Астра Или Либерейшн Например Соответственно Ну сложно С Таймс Нью Романа Уехать Здесь написано Что Таймс Нью Роман Используется В том числе В таких документах Как например В российских Вооруженных силах Возможно Сейчас Все военники Которые были До этого напечатаны Стали Стали Короче Просто бумажкой Все что напечатано Таймс Нью Романом Теперь Короче Можно Все чуваки Возможно Официально Которых Напечатано Таймс Нью Романом Что он Годен К военной службе Они сейчас Негодны Потому что Как бы Можно повестки Просто выкидывать И задницы Можно в жопу Да Да Монотайп и мэйджинг Сказали что нельзя Пользоваться Короче Короче Вот такая история И собственно История Это я не знаю Что еще Какие еще санкции Которые Напрямую Практически коснутся Веб-дизайна Как ты думаешь Могут быть Вот Хром может быть Запретят Хромиум Новый Эдж Который На хроме Будет Вот его Запретят По бреду Самые Самые Нелепые Санкции Серебряную Калошу В санкции Может быть Гутенберга Тогда запретят Это точно Что-то подобное Какой-нибудь Подобный Бред Потому что Это звучит Как-то Смешно Это знаешь Как Я Когда Был У нас В Ленинском Кстати Районе Там есть Оранжерея Около ТЭЦ И там Эти оранжереи Они советские У нас все Около ТЭЦ У нас город Около ТЭЦ У нас просто ТЭЦ Посреди города Так вот И там Именно оранжереи Которые еще советские Именно ТЭЦ Принадлежали И типа Они за счет ТЭЦ Халявно обогревались Там выращивали Для Работников Там огурцы Помидоры Я не шучу Реально так было Вот Там именно Очень крутые Олдскульные Оранжереи С отоплением Именно там Трубы от самой ТЭЦ Идут Так я к чему К тому что Туда сейчас заходишь Это сейчас частная шарашка То есть ее кто-то Приватизировал Ну не кто-то Ты знаю Как зовут тетеньку Не буду уж говорить В подкасте Вот И туда к ней приходишь И там висит табличка 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 Что об Амми Правому сектору Растения не продаем Вот Они санкции свои Так сказать Ввели И вот Вот эти вот Санкции от Monotype Они на самом деле Сродни Вот тому что там написано На этой табличке Кстати возможно Это Times New Roman Написано И теперь это невалидно Теперь Обама Сможет зайти И сказать Побежите Вы как бы это Побежите Вы не можете Публичные Специальные Только для себя Можно печатать Хотя кстати Там написано Что печатать Это все штуки Можно Именно PDF нельзя Передавать И копировать Шрифты Нельзя передавать То есть Просто Распечатать Бумажки По прежнему Можно Ну только для себя Только для себя Я напоминаю В частное только Пользование Ты если только Начнешь Что не частное Все Ну просто Вот смотри У нас ГОСТы есть Для университетов Например Диссертации Оформляет Там тоже Таймс Нероман Что делать Я все Я тебе что сделаю Я тебе что сделаю Все Не знаю Замолвишь За меня Слонечко Мы теперь уже Все никто Ничего Ничего уже Все Понимаешь Ты Таймс Неромана Можешь Это самое Только дома У себя написать Вот например Мейжо Напечатать себе На толчке Можешь Таймс Нероман Похоже На то да Кстати Так каждый раз Когда на этот сайт Случайно Захожу А я случайно Захожу На cnews.ru На фавоконку Смотрю И меня Отороп Немного берет Потому что Когда-то Сто миллионов Лет назад У меня почти Такая же была Видишь да Да Ну в общем Вот Вот и поговорили Как говорится На час Небольшим На полтора часа Сегодня у нас Блиц кстати Внезапно Так получился Ну слушай Ну как внезапно Я судя по тем Ком видно было Что А я нет Я если честно Думал что мы Растечемся Очень сильно Вот Но что-то как Не растеклись Да и как бы Мне не стыдно Потому что У нас еще есть Впереди пара Тройка подкастов В этом году Я не знаю Сколько получится Ну два Ну два Наверное точно Получится Вот И Я думаю Мы там прям Вжарим То есть Я просто хочу сказать Что блицы должны быть Должны быть блицы Понимаешь В любом случае Ну да Да Это как бы Это жизнь Есть взлеты И падения Есть Битцы И блицы И все То есть Как-то так Давай перейдем к обойке Скажи сначала Как всегда Ты свою версию Тут на обойке Мы видим Туманные горы Какой-нибудь Ну предположим Что Шотландии Например Так Вот Видим дорогу Которая уходит Куда-то туда За горы Значит Пасущихся Овечек Видимо Знак Который Наверное Там показывает Что здесь Пасущиеся Овечки Аккуратно Или Виляющая Дорога Что-нибудь такое Вот Или Может быть На знаке Установлена Камера Которая видит На какой вы Машине едете Опять И какой браузер Используете Но вообще Я думаю Что подкаст Это вот Знаешь Вон видишь дерево Да Справа Такое Кустистое Тут одно Да Вот И вот я думаю Что подкаст Это оно Потому что Вокруг уже не видно Ни одного деревца Уже Ветер И уже туман И значит Вот такое погодное условие Шотландские Они уже не дают Здесь расти ничему Знаешь Вот Уже Ничего не может Здесь Все вырвал Уже даже трава-то Такая Низенькая А дерево Оно все стоит И стоит Понимаешь Кустистое Еще может что-то Понимаешь Ну слушай Это круто Это мы последними Останемся На подкаст рынке Уже как бы аудитории Почти нет Остатки аудитории Пасутся снизу А как казалось бы Все еще Могем Это воодушевляюще Я думал Я думал что Наш подкаст Это знак Ну слишком Напрашивающийся Конечно Но тем не менее Потому что Он Когда уже Вот едешь По такой дороге Уже не знаешь Куда тебя жизнь Заведет Уже запутался Вот смотришь Слушаешь наш подкаст И как-то вот понимаешь Что это просто Виляющаяся дорога Это там просто Туман Или это просто Подписчики Пасутся А дальше Все будет нормально Как бы вот Наш подкаст Это то самое Что вы послушаете И такие Блин Так жизнь-то продолжается же Чуваки сказали Что все хорошо Поэтому как бы Я вот как-то Так это все продумал Ну и да Будем Будем заканчивать 187 выписк Выписк Выпуск Сегодня произошел У нас Выпустили мы его На свободу Этот выпуск Вот И Скажу Чтобы вы подписывались Как обычно В ютюбе Во всех соцсетях Ссылки есть в описании В айтюнсе подписывайтесь Ставьте нам там Звездочки Пишите отзывы На ютюбе Пишите комментарии Ставьте колокольчик Следите за нами Вот Ну и по соцсетям То что там Разберетесь Где что ставить Где что писать Я думаю уже Не маленькие Пробуйте вместе с нами Смартейп Поддерживайте нас На патреоне Я думаю Увидимся как обычно Через неделю В пятницу Со всеми В четверг С патронами Вот Ну и да Увидимся уже Через неделю Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok